Александр занимается в студии масс-медиа уже второй год. Вместе с другими ребятами учится снимать интересные видео, монтировать. Их познает основы фотоискусства и графического дизайна. Уже определился с выбором будущей профессии. Признается, до медиастудии были и другие творческие увлечения. Танцы, музыка, но именно здесь нашел занятия по душе, и даже кино теперь смотрит по-другому. Уделяя внимание деталям, старается понять, как сделан тот или иной кадр. Раньше это было интересно, ты не понимаешь, как это работает, и это зацепляет. А сейчас, когда у тебя есть какие-то минимальные знания, есть представления, как это работает, ты смотришь и такой, а, то есть это вот так, вот так. И в следующий раз, когда я буду делать что-то свое, этим можно воспользоваться самому. Я думаю все-таки идти на кинорежиссуру, то есть что-то придумать и стараться как-то это снимать. Объединение масс-медиа работает в центре «Лесная сказка» с 2018 года. Здесь школьники могут проявить себя творчески, создавая контент для социальных сетей. Я им даю именно прям основу, то есть те инструменты, с которыми им придется работать в первые дни съемок контента. И учитывается то, что человек, который здесь учится, он не обязательно будет видеомейкером. Мы ездим, снимаем репортажи, то есть выбираем какие-то мероприятия, даже делаем какие-то коллаборации с организаторами. В студии занимается более 50 человек. Ребята-школьники от 12 до 18 лет. Каждый может выбрать интересующее направление и учиться создавать интересные работы – фото, видеографику. Что больше всего нравится? Снимать, монтировать, может быть, делать фото? Что больше всего привлекает? Фотографировать. Меня тоже. Мне тоже нравится фотографировать, но больше монтировать, чтобы потом можно было это куда-то выкладывать. Мне больше нравится работа оператором, когда я беру руки в камеру, как будто я всю жизнь этим занимался. Чувствую себя фотографом, оператором. Это очень ответственная работа. Мне это нравится, доставляет удовольствие. Программа обучения рассчитана на два года. За это время ребята могут создать портфолио с десятками видеороликов и фоторабот. Возможно, не все захотят связать судьбу с медиаиндустрией, но навыки, полученные в студии, определенно пригодятся. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.